День города в студии Кристины Бочкарёва. Здравствуйте! Главная тема дня – всё в одном. Губернатор Павел Молков на заседании регионального правительства заявил о создании централизованной лаборатории. Хвостатые полицейские. 21 июня в России отмечают День кинолога. Вне времени. Рязанцев приглашают посетить экскурсию променад. В Рязанской области появится централизованная лаборатория. Полный спектр медицинских исследований будет проводиться в едином центре с новейшим оборудованием. Это повысит качество и доступность анализов. Об этом заявил губернатор региона Павел Молков на правительстве. Создание централизованных лабораторий – важная задача для региона, отметил Павел Молков. Сегодня в каждом медучреждении работает отдельная лаборатория. Разное оборудование и качество реагентов. Бывают случаи, когда пациент приезжает из района в Рязань, зачастую приходится все пересдавать заново, потому что даже малейшие расхождения в показателях анализов могут быть критичными для постановки диагноза. Единая областная лаборатория улучшит качество обследования и будет доступна для жителей всех районов Рязанской области. Это лучшая практика, реализованная в других регионах. Проект непростой, надо честно сказать. Требует достаточно больших организационных усилий, закупки дополнительной техники. Но мы видим, что другие регионы этот путь прошли, поэтому, конечно, мы тоже его пройдем. Сейчас в проекте задействованы уже три медучреждения. В ближайшее время планируется подключить еще пять. Таким образом, постепенно на эту систему переведут все медучреждения региона. Забор материала останется на местах, а результаты исследований мгновенно поступят лечащему врачу через медицинскую информационную систему. Пациент при желании сможет получить результаты исследований в свой личный кабинет на портале Госуслуг. Пенсии по инвалидности – одна из мер поддержки нетрудоспособных граждан в России. Суммы постоянно индексируют, чтобы те покрывали инфляцию. Далее расскажем об индексации пенсии по инвалидности и сколько граждан в регионе ее получают. С начала года региональное отделение соцфонда назначило почти 900 пенсий по инвалидности. Большая часть из них страховые. То есть назначены они тем гражданам, которые официально работали или работают. Выплаты оформляются без подачи заявления на основании сведений, поступающих из Федерального реестра инвалидов. Информация об установленной инвалидности направляется органами МСЭ в реестр инвалидов. Региональное отделение СФР в течение пяти рабочих дней оформляет пенсию. Уведомление о назначенной выплате направляется гражданину в личный кабинет на портале госуслуг либо по почте. В этом году пенсию уже проиндексировали. Произошло это в апреле. Так, индексация социальных пенсий составила 7,5% в зависимости от темпов роста прожиточного минимума в стране за прошлый год. Доставка пенсий происходит тем же способом, что и ранее назначенные выплаты. Если по линии Социального фонда России раньше никаких выплат не было, гражданину необходимо выбрать способ получения пенсии на почте или на счет в банке. Подать заявление о способе получения пенсии можно через личный кабинет на портале госуслуг, в клиентской службе отделения Социального фонда России по Рязанской области или в МФЦ. В отделении соцфонда напомнили, что пенсия по инвалидности назначается автоматически. И добавили, что по всем вопросам можно обращаться в единый контактный центр. 21 июня в России отмечают День кинолога. Дата приурочена к созданию первого питомника полицейских сыскных собак. На его базе была создана школа дрессировщиков. Произошло это событие в 1909 году, 21 июня. Валерий Седов узнал, как проходит служба сейчас. Это настоящий ветеран кинологической службы. Речь идет не о сотруднике в форуме, а о его четвероногом друге. Зовут собаку Тора, ей 11 лет. Специализация – поиск взрывчатых веществ. Когда собака присаживается, это условный знак кинологу, что взрывчатое вещество найдено. Дальше действуют саперы. Естественно, здесь в кинологическом центре используют имитаторы взрывчатых веществ. Но для Тора это скорее исключение из правил. Большую часть жизни она провела в полугодовых командировках в северокавказском регионе. Там взрывчатые вещества – это далеко не аккуратно спрятанные мешочки. Так что найти имитатор для нее – простая задача. А с этого обучение у собак, которые специализируются на поиске взрывчатых веществ, обычно начинается. В один из конусов сотрудник прячет тот же имитатор пластида. Задача пятилетнего Джоя – взрывчатку эту найти. В центре кинологической службы у нас более 20 собак находятся. Помимо наших собак еще находятся собаки конвойной службы и патронной постовой службы. Только вместе порядком это, может, чуть меньше 50. У нас три направления. Это общий разыскной профиль, собака, которая ходит по следу, на задержание, опуск местности. И собака по наркотическим веществам, и собаки по взрывчатым веществам. А это Терра. Ей 4 года. Ее специализация – поиск наркотических средств. Эта комната – имитация обычной квартиры. Задача – найти спрятанный мешочек с имитатором героина. Ай, молодец! Хорошо! Пока Терра только тренируется. На реальных выездах она не была. Обучение она закончила. Теперь в ожидании. Тренировки проходят по мере возможностей. То есть каждую неделю, может быть, несколько раз в неделю. Все в зависимости от времени. А вот самая насыщенная часть – собаки, специализация у которых поиск. По легенде, ищет она сбежавшего преступника. Да еще и вооруженного. Работа по следу – специализация важная. Месяц назад полицейский кинолог со своей собакой выследил преступника. Поступил вызов от гражданина о краже строительных инструментов. Соответственно, выехали в составе экипажа на место преступления. Опросили потерпевшего. Он указал, что предположительно, что его сосед мог совершить данную кражу. И я применил служебную собаку, где находились данные инструменты. Собака взяла след и привела к дому его же соседа, получается. А потом сосед сознался в совершении кражи. Случаи, которые отрабатывают на тренировках, взяты из практики, говорят кинологи. Потому и тренируются регулярно. Чтобы на реальной задаче отработать на все сто. Прокуратурой Клепиковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Клепиковского района, обвиняемого в хранении взрывчатого вещества. В ходе судебного следствия установлено, что в сентябре 2017 года гражданин в дачном доме в деревне Андронова, принадлежащем его умершему тестю, нашел четыре банки с находящимся в них бездымным порохом. Общей массой 588 граммов. В этот же момент у гражданина, не имеющего разрешения на хранение и нарушение огнестрельного, гладкоствольного оружия, а также боеприпасов к нему, возник преступный умысел, направленный на незаконное хранение бездымного пороха. Реализуя задуманное, мужчина забрал банки с бездымным порохом, являющимся взрывчатым веществом метательного действия, и с вышуказанного времени стал хранить его в шкафу в жилой комнате дома. До того момента, когда его незаконные действия 18 декабря 2023 года были пресечены сотрудниками полиции. Приговором суда гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание с лишением свободы сроком 4 года условно, со штрафом в размере 20 тысяч рублей и испытательным сроком 1 год. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу. Лето, время солнца и теплой погоды, но иногда температура воздуха поднимается слишком высоко. Так, по сообщению МЧС, местами ожидается жара до плюс 30 градусов. Чем опасны высокие градусы и как облегчить свое состояние, смотрите далее. Тепловой удар – одно из самых тяжелых последствий нахождения на жаре. Так говорят врачи. Это происходит потому, что в жару человек больше потеет и организм теряет влагу. Из-за этого нарушается работа сердечно-сосудистой системы и скачет артериальное давление. При долгом пребывании на жаре могут возникать главные боли, головокружение, тошнота и общая слабость человека. При тепловом или солнечном ударе нужно как можно скорее увезти человека с солнца, желательно в прохладные и хорошо проветриваемые повещения. По возможности освободить человека от одежды, дать побольше выпить жидкости. Также можно использовать холодные компрессы, например, с моченной водой полотенца, чтобы снизить температуру тела. Ну, при серьезных очень ситуациях вызвать скорую медицинскую помощь. Ольга Бодрова добавила, что дома в жару тоже тяжело и дала несколько советов, как облегчить ситуацию. Для этого нужно окна заклеивать цветы, отражающие фольгой, дополнительно закрывать их шторами. Также стоит проветривать комнаты, но только вечером. И не забывать делать влажную уборку. Если говорить о том, как спастись на улице, то стоит увеличить количество употребляемой жидкости до 2,5-3 литров в сутки. Использовать в одежде натуральные ткани, желательно светлых оттенков. Пользоваться головными уборами. И также важно пользоваться солнцезащитными очками и солнцезащитным кремом. Лето – это маленькая жизнь. Начинается пора отпусков, можно гулять и проводить время с друзьями. Но при этом не нужно забывать о своем организме. Для поддержания его в тонусе достаточно пить больше воды, носить светлую одежду и головные уборы. Анастасия Арт, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Устроить променад сквозь века и побывать в прошлом вполне реально. Рязанский театр драмы расширил формат своих постановок и перенес место действия на улицы областного центра. «Тайны города Эр» – это уникальный проект с полным погружением. Подробнее расскажем в нашем следующем материале. А-а-а, вас удивляет, что я говорю «артом не шевелю?» Ну так я же скомарок. И очень хорошо умею чревовещать. Ну или я знаю древние заклинания, которые помогают вам читать мои мысли. Нырнуть в пучину веков и побывать в Рязани эпохи СССР или татаро-монгольского ига. Экскурсия-спектакль «Тайны города Эр» способна телепортом отправить участника театральной прогулки в увлекательное путешествие во времени. Причем не в одиночку, а с проводниками, с комарохом и его верным другом Петрушкой. Это некий исторический путеводитель, совмещенный, собственно говоря, с какими-то волшебными элементами сказки. Я бы это так сказал. То есть с возможностью из сегодняшнего дня переместиться в прошлое и посмотреть на Рязани сегодняшнюю под призмой, скажем так, прошлого. Стерео-наушники – главный ключ к такой дополненной реальности. В них зритель слышит героев и каждую из эпох, о которой повествует театральная история. «Променад» – так называют «Тайны города Эр» – организатор проекта «Театр драмы». Начинается у памятника Ленину, постепенно уходя вглубь исторического центра и рассказывая о ключевых исторических фигурах, событиях и местах. «Тоже мне кинотеатр! То ли дело, когда мы с тобой на аватар заморский захаживали! Вот где чудеса! А тут, ай, позабыл, комнатушкой тесный я! Простыня на всю стену висит! Народу тьма! Мест нет, духа тища! Хорошо, хоть женщин в этих ужасных широкополых шляпах не пускали! Но не любил я эту моду!» Новый формат предлагает зрителю не только выйти за рамки зрительного зала, но и изменить свое представление о театре как таковом. «Меня очень радует, что в Рязани есть такой формат. Получила очень много положительных эмоций. В принципе, для себя открыла. Когда идешь с работы, не замечаешь эти вещи, а тут ты наконец-то открываешь для себя улицы, виды, что-то интересное. За час с небольшим нам очень много интересного всего рассказали, показали». При этом, похожий на экскурсию, променад имеет свой сюжет. Ведь скомарок влюблен в Василису и, проходя через века, мечтает вернуться из нашего времени назад к своей невесте. «Питье тебя принесла. Слышала, хворь тебя одолела. Ты только не похож, ты на хворого. Василиса, душа моя, от меня любая хворь отступает, стоит только тебя увидать». Рассказать все так называемые фишечки променада означало бы лишить зрителя удовольствия самому пройтись по улочкам времен вместе со сказочными персонажами. Кстати, ближайшая возможность постичь тайны города Эр – 26 июня. Записаться на экскурсию можно на официальном сайте Рязанского театра драмы. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. Еще больше новостей на сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова